Ну что, вот такие прекрасные тапочки получились, очень плотные, достаточно жесткие, хорошо держат форму, очень теплые, достаточно слоев, 4 слоя шерсти. И гордачос немецкий, он хорошо проник сквозь киргизскую вот эту шерсть, гребенную ленту, и послужил таким клеем просто. Без этого гордачоса я бы не знаю, что получилось. Попробую, конечно, валять только из него, но знаю, что это будет очень долго, очень нудно, и какая фактура будет, я просто затрудняюсь, потому что образцы я делала, но они были достаточно тонкие. Руки можно просто убить на этой гребенной ленте киргизской. Очень тяжело валять, поэтому тем, кто по несчастью приобрел вот эту шерсть, советую ее, конечно, миксовать с какой-то другой. К сожалению, все моменты валяния не удалось заснять, потому что у меня очень небольшой объем аккумулятора в камере, такими вот кусочками получается снимать, и не все моменты удалось заснять. Проширила я вход в тапочки, то есть я срезала здесь небольшой, ну не знаю, вот сюда, наверное, сантиметра полтора, а здесь поменьше, чтобы пяточка была хорошая, а здесь побольше сделала срез. И вот этот вот фрагмент, да, я просто не сняла, и вот этим срезом я задекорировала вот эту вставочку вязаную, мне показалось, какая-то законченность должна быть. В общем, я вот этот срез сюда вот его пришила нитками шерстяными, из которых я потом связала бантик сюда, вот такие они у меня сникерсы получились. И потом я еще подваливала, то есть не только пришито, тут еще и подвалено, поэтому оно в принципе ввалялось намертво сюда. Вот, и чтобы подровнять, потому что не очень ровно у меня ввалялась вот эта вставка, она как бы съежилась очень сильно, может быть еще за счет того, что я тоже тут вот нитками такими же, я как бы сделала такие вот небольшие вкрапления, потому что тапочки у меня такие не рябенькие, а такие березка, весенняя березка у меня. Тут есть зеленый цвет присутствует и коричневатый такой, бежевый, потому что кордачос, он был вот примерно такого цвета, как эти бантики. И они такие получились у меня серенькие, пигенькие, не то под пенек, не то под березку, но, конечно, потребовалось какое-то завершение декора, тем более, что не очень ровно у меня получились вот эти вставочки. Вот здесь вот я сейчас не покажу, потому что уже бантик пришит, вот, и вот окончание вот это у меня получилось не очень красивое, поэтому я решила и задекорировать вот этим бантиком. Еще, конечно, требуется подошва сюда, подошвы у меня пока нет, я не знаю, то ли купить готовую, то ли вырезать. У меня есть сапоги, которые я не ношу, клинище там в хорошем состоянии, оттуда, может быть, отрежу и сделаю сюда подошву такую тоже теплую, потому что сапоги зимние. Вот так вот смотрится на ноги, такие сникерсы артистичные, с бабочками, как раз мне по ноге комфортно, нужна, конечно, подошва, потому что даже если хорошо свалено, то без подошвы достаточно быстро может оно протереться. Поэтому всем, кто делает тапочки, даже начинающие, конечно, надо делать обязательно подошву, может быть, из искусственной кожи, может быть, из какого-то материала, может быть, покупать готовую подошву, может быть, использовать, как я буду использовать кожу от голеничтар и сапог, поэтому в носке они прослужат очень долго. Предыдущие у меня, вот я ношу их до сих пор, тапочки, они мне прослужили, не знаю, ну, наверное, лет 6, лет 6, но там была подошва, конечно, я их заносила, очень хорошо показывать не буду, они сейчас страшненькие, вот. Ну, я думаю, эти прослужат тоже не менее 6 лет, я не знаю, покупные тапочки, конечно, может быть, тоже, если хорошего качества и кожаные прослужат достаточно долго, но такого тепла, как валеные, никакие кожаные тапочки не дадут. Ну, может быть, если только они ещё там проставлен мех натуральный. Мягче, комфортнее, удобнее в носке я обуви для вот дома не встречалась. Делаешь, надо обзаводиться достойной камерой, которая будет снимать продолжительное время, но пока я себе это позволить не могу. Может быть, потом когда-нибудь я обзаведусь такой камерой, которая сможет снимать хотя бы около 2 часов, чтобы можно было заснять весь процесс. Но, с другой стороны, кто будет смотреть вот это вот всё длинное-длинное, поэтому сняла, немножко покажу процесс оваляния, материалы, которые использовала, немножко покажу, по-моему, я там записала, как я делала декор, и уже вот конечный результат, которым я очень довольна. Вот такие рябушки я сделала. Вот, очень приятные, мягкие-мягкие и невесомые. Вот, просто невесомые. Даже если я пришью подошву кожаную, то, как бы, мне кажется, она... То она добавит небольшой вес, потому что кожа, она тоже не тяжёлая, будет очень комфортно и очень тепло, особенно сейчас у нас такая странная весна. В доме прохладно, отопление отключили давно, да ещё заодно и горячую воду отключились сейчас, поэтому в таких тапочках, я думаю, будет вообще прекрасно мне. Ну, всё, всем пока-пока. Не знаю, заразила я вас идея делать тапочки валять или нет, но всё равно в любом случае интересно посмотреть какие-то моменты всех вот этих валяльных процессов, хотя сейчас достаточно всего в интернете, можно найти, как валять. Но, тем не менее, я сама люблю посмотреть, как работают мастера какие-то, там, по шитью, по валянью, по вышивке. Вот, я думаю, многие тоже увлекаются тем, что заходят на странички Ютуба к каким-то мастерам тоже смотрят. Вот, ну, а я сейчас пойду займусь тем, что вырежу подошву, уже это снимать не буду. Ну, всё, всем пока-пока. Хотела очень давно сделать, показать что-нибудь, как я валяю. Ну, вот, в усечённом виде, но всё-таки получилось. Всё, всем пока-пока. Валяйте, валяйте с удовольствием. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь. Сразу хочу сказать тем, кто пришёл на валяние, что канал у меня посвящён не только рукоделию, он посвящён дому, кулинарии, огороду и всему-всему, что меня интересует. Всё, всем пока-пока и до следующего видео. Субтитры подогнал «Симон»